Этот день сотворил Господь. Мы встретили шаббат вчера. Я надеюсь, большинство из нас. И так получилось, что я вчера один встречал шаббат, но, как оказалось, не один. Я зажег свечи, я сделал кедуш. И когда я сказал благословение о плоде виноградной лозы, что-то произошло. Вдруг Бог показал, сын, я с тобой, ты не один. И, вы помните, в Слове Божьем говорится о том, что и всею душою своей, душа — это также наше чувство, и Бог дал мне сильно прочувствовать его присутствие. Просто я ощутил, как прямо в макушку головы и до подошвы ног прошли, как бы, такие божественные токи. Слава Богу! Бог наш любящий, Он проявляет свое присутствие, Он всегда с нами рядом, никогда не оставляет, никогда не покидает. И на этой неделе мы начинаем новую книгу. Книга «Дворим» в Тарозаконе. Глава также называется «Дворим». Что в переводе с иврита «Дворим» значит «И вот слова». И здесь Моисей наставляет, наставляет и, ну, где-то даже немножко упрекает народ. И он проводит анализ того, что было. Многие образованные люди в нашем мире знают такого психоаналитика, Зигмунда Фрейда, да? Знаете, это считается австрийский психоаналитик, он как основоположник вообще психологии считается. Ну, я считаю, вот мне пришло такое понимание, что первый аналитик это был Моисей. И в книге «Дворим» это очень хорошо проявляется. И Моисей проводит анализ тех событий, которые евреи прошли. И в данном случае они уже подошли к обещанной земле. Они уже буквально стояли у границы обещанной земли. И по преданиям, по вычислениям, скажем так, Моисей сказал эти слова за 37 лет до того, как он умер, до того, как он перешел в вечность. И он перечисляет тот путь, который они прошли. И очень красивое, красивое слово, которое мы можем слышать. Написано «Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные». Ну, правда красиво? Вы, как звезды небесные. И дальше Моисей вспоминает о справедливом суде. О том, что нужно судить справедливо. И я прочитаю небольшой отрывок. Это автора из книги пророка Иса. Это первая глава. И я бы так сказал, до боли знакомая ситуация. И я так понимаю, что большинство из вас, вас это сейчас коснется. Вдруг поймете о чем. Как сделалась блудницей, верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорею, вино твое испорчено водою. Князья твои, законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Поэтому говорит Господь, цивоот, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. Очень знакомая для нас ситуация на сегодняшний день. И Бог показывает путь исправления. Бог всегда дает возможность исправиться. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Все он спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдую, всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Довольно-таки сурово. Если Моисей, он был очень мягок в своих высказываниях, то пророк Исаия, он более прямолинеев, он более прямо говорит. И говорится в главе дворим, «Судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». И далее Моисей вспоминает о том грехе, из-за которого первое поколение, было два поколения в пустыне, первое поколение не смогло войти в обещанную землю. Это грех разведчиков. И сейчас месяц Ав, тот, кто знает еврейские традиции, еврейский календарь, сейчас месяц Ав, и всегда глава дворим, она читается перед девятым Авом. И считается, что вот этот грех разведчиков, из-за которого первое поколение пустыни не вошло в обещанную землю, произошло 9 ава. Это та ночь, когда они сидели и плакали, и говорили, что мы не можем войти в эту землю. Поддались обольщению. То есть было 12 разведчиков, и, к сожалению, поверили большинству. И, увы, увы, народ Божий был деморализован. И несмотря на то, что Моисей, Иисус Навин, они говорили людям, не страшитесь и не бойтесь их. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. Ну вы же помните, вы же видели, как Бог раздвинул море, как Бог совершил 10 казней. Вы видели такие сверхъестественные вещи. Это все на ваших глазах происходило. Почему вы не верите Богу? Разве Он не сможет дать вам победу? Но люди не верили и роптали. И далее говорится, что... И говорили, что дети наши, они достанутся в добычу врагам. И Моисей был в отчаянии и сказал такое слово народу. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагов. И сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Красному морю. Идите назад. Все. Хотите в Египет? Дом ваш Египет? Идите. Идите. Все. Я раньше вот это место не замечал, что Моисей оказывается их... Хотите в Египет? Да идите в Египет. Но вдруг произошло что-то. И народ начал говорить, согрешили мы пред Господом, Богом нашим. Мы вроде все поняли, но ничего не поняли. Потому что дальше происходит такое событие. И говорят, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. Он и говорил, идите сейчас сражайтесь. Но они, мы пойдем, мы пойдем. Моисей говорит, не идите, вас побьют. Пошли, получили поражение. То есть это опять говорится о том, что народ был непослушен. Хоть они вроде устами сказали, да, мы согрешили. Вроде покаялись, но так и ничего не поняли. И место, которое я раньше как-то не замечал, изучая эту главу, я увидел, и я немножко как ужаснулся этому. Во второй главе говорится, «Рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока они вымерли». Вы вообще представляете? Тяготеющая рука Господа была на них, пока все, все это поколение не вымерли. И один богослов сказал, что когда человек отворачивается от Бога Милующего, он поворачивается к Богу Карающему. И далее мы видим уже новое поколение. Новое поколение. Бог сформировал новое поколение, которое было послушно Господу. Но все-таки Моисей опасался за них, потому что они видели пример родителей. И мы знаем, что дети обычно смотрят, как родители себя ведут, а не то, что они говорят. То, что говорят – да, но родители могут говорить одно, а делать совершенно противоположно. Они именно на это смотрят. И далее идет, евреи проходили через гору Сеир, рядом с горой Сеир. И это было владение сынов Исаовых. И Господь сказал, они хотели пройти по его земле. Они предлагали то, что мы будем платить за еду, мы ничего не будем трогать, мы просто пройдем. Но сыны Исаовы им отказали. И Господь сказал, чтобы они с ними их не трогали, просто обойдите. Так же произошло с Моавитянами, они тоже обошли. И далее, далее, они происходят сражения с Сигоном и Огом. Два сражения, о которых Писание, потом много раз Писание об этом вспоминается, об этих сражениях. Это было новое поколение, и Бог давал своему народу, то есть начал давать победы. То есть Бог увидел послушание своего народа, и вы будете побеждать. И с этого дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И Бог сказал, что иди сражайся с царем Сигоном. Но сначала Сигону предложили выгодную сделку. Предложили, вот как сынам Исавовым Моисей послал переговорщиков, и было предложено, что можно мы пройдем через твою землю. Мы будем платить за еду, за воду, мы пройдем только по дороге, ничего не тронем. Слушай, выгодная сделка. Два миллиона людей. Ты же хорошо заработаешь. Нет. Сигон не согласился. Он увидел, что мы о Витяне и сыны Исавовы не пропустили. Но там можно было обойти, а здесь обойти невозможно было. И мне нравится такое, украинскую мову я скажу. Ну что ж, это конец географии. Мы не убедем от тебя, шановны. Будем воевать. И пошли, и победили царя Сигона, все его царство. Всех предали заклятию, взяли себе добычу. И далее идет сражение с царем Огом. И это царство было уже более сильным. Там были укрепленные города с высокими стенами и запорами. И Господь сказал, не бойся, потому что я отдам в руку твою его и весь народ его и всю землю его. И ты поступишь с ним, так как поступил Сигоном, царем Амарейским. И опять победа. Бог показал, что он сражается за них, за евреев. И два колена, Рувима и Гада, это были очень хорошие города, то есть это укрепленные. Там были очень хорошие пастбища. И произошло то, что колено Рувима и Гада, они начали просить Моисея, что слушай, мы будем здесь жить. Здесь так хорошо для наших пастбищ. Здесь то место, где нам очень хорошо. Разреши нам остаться. И, конечно, Моисей очень-очень расстроился, Моисей очень огорчился. Он сказал, вам мало, ну это уже немножко, как я интерпретирую, вам мало сорока лет в пустыне, вы хотите еще сорок? И тогда они сказали, нет-нет, Моисей, поминус, мы оставим здесь детей и жен, а сами мы создадим штурмовые отряды, мы пойдем впереди, мы будем сражаться, и когда земля обещанная будет завоевана, только тогда мы вернемся сюда. Моисей согласился, хорошо, договорились, и так они и сделали. И Господь смотрит на наше поведение, как мы ему послушны или не послушны. И когда мы Богу послушны, нас ждет победа. И Бог говорит, это последний стих этой главы, не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. Мы только что пели песню очень красивую, да, с такими словами. И Господь сражается за нас, и пусть нам, нашей стране, Бог поможет одержать победу, пусть будет побеждена коррупция, Бог говорит в этой главе о суде и о войне, что когда идет война, очень важно, чтобы был честный суд, чтобы не было коррупции. Об этом нужно, конечно, нам молиться, каждому из нас. И в завершении есть еще такая еврейская традиция, эта неделя называется ведение храма в еврейском мире. То есть традиционно представлять, как представлять себе, созерцать третий храм. И в этом нам может помочь книга Исаия, книга Иезекииля и книга Откровения, там, где описывается, каким будет третий храм. Желаю вам увидеть этот третий храм. Желаю вам силы в Господе, победы в Господе. Аминь. Продолжение следует...